Привет, друзья! Привет! Вот Светлана Беспалова, участник нашей школы. Она написала «Друзья, гармонии тела и души, в унисон прицепом ключа», написала стихотворение «Делюсь». Я ей там написал о том, что, ну, как замечательно ты пишешь. Она говорит, ну, это же потому, что я ключом занимаюсь, поэтому у меня такое начинает развиваться. Вот она написала, как интересно. Живём головой, а в теле душа. Да, почувствуй всё это, хоть раз не спеша. Прислушайся к телу, ведь тело твое храм, а мысли там скачут, то здесь, а то там. Прислушайся к телу, почувствуй его, вернее и преданней нет никого. Оно не обманет и правду расскажет, все мысли и чувства нам тело покажет. Хранит все печали, обиды, тревоги, все радости, счастья и жизни дороги. Устанешь – присядет, расстроился – плачет, смутился – краснеет, от радости скачет, от гнева бушует, трясёт – напряжётся, от боли, как в детстве, в комочек сожмётся. От страха замрёт и в беде цепенеет, от счастья поёт – наполняется – млеет. Танцует, смеётся и встречей томится, в любви ощущает полёт, словно птица. Уснёт и проснётся с думой твоей, известной ему, что с утра ты мудрее. Яснее голова, шире взгляды пути, открыты для выбора, чтобы идти. В гармонии смыслемы с телом, с душой, свободу откроешь и станешь собой. Почувствуй себя, пойми, ощути, в единстве с собой не собьёшься с пути. Без палого, Светлана, какая? Ну, поэт, поэт, ну, поздравляю, и большое спасибо тебе, дорогая. Спасибо, Светлана. Ты светишь нам путь. Спасибо, дорогая. Спасибо тебе. Какие замечательные стихи ты пишешь? Ещё там были у неё стихи. Я её попросил, а ты в школе, в нашей, Человек Будущего, размести свои стихи, пусть все радуются. Они ж такие замечательные, такие светлые. Там у неё потрясающие стихи. Да, посмотрите там. Вот что интересно, когда она говорит, прислушайся к себе, и ты поймёшь, что и как делать, а вот слушать себя-то не каждый умеет. А чтобы услышать себя, услышать, что тело, что твой организм, что твоё бессознательное, вот для этого нужно научиться снимать стресс. А мы как раз-таки в нашей школе обучаемся по своему желанию входить в транс и выходить из транса, входить в транс и выходить из транса. То есть снимать стресс. Да, потому что стресс – это и есть транс. Мы там зафиксированы с ожиданием негативного исхода ситуации, когда выходим из транса. Мы, наконец, обретаем вот эту мудрость. Мы начинаем понимать, куда идти, что мы хотим, как этого достичь. Всё это замечательно. И всё это относится к науке человечности, которую мы вместе с вами, друзья, создаём. Пишите комменты. Ещё раз спасибо, Светлана, тебе. Спасибо.